Люди ездят в отпуск, и, по большому счёту, возможность нам жить здесь, своей размеренной, привычной жизнью, эту возможность нам дают те, кто сейчас на Донбассе. Им очень нужна наша энергия, наша помощь. Это понимание того, что происходит. Значит, понимание того, что битва – это не за власть, не за деньги, не за славу, не за новые территории, нет. Это борьба за выживание русской цивилизации. Какие праздники могут быть в воюющей стране, на которой ополчилась полуселенная? Пить будем, гулять будем, смерть придёт, помирать будем. Гуляй, рванина, а что делать? И вот эта вот дурь такая, это пир во время чумы. Когда нужно каждую копейку дать в нужное место, а ты целые рубли, целые десятки рублей бросаешь на... Какие-то ещё такие, давай, артисты, алло, мы ищем таланты, голос страны. Какой голос, какой страны? 22 глава Исаии. Вот читаешь древние письмена и находишь современные болезни. Что это? Не меняется человек. Страсти живы, остаются те же болезни в голове. И люди, как говорил Амрос Йоптинский, настолько безумны, что на одном конце деревни вешают, а на другом всё ещё грешить не перестали. Говорят, до нас не скоро дойдёт. В Белгородской области уже война настоящая, а в соседней какой-нибудь области, Курской и Брянской, например, или там в Москве, всё ещё думают, что это не у нас, на Луне, по телевизору. Настанет год, России чёрный год, Когда царей корона упадёт. Забудет черн к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жён Низвергнутый не защитит закон. Когда чума от смрадных мёртвых тел Начнёт бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать. И станет глад сей бедный край терзать. Не спрашивай, по ком звонит колокол, Он звонит по тебе. Какие же вы русские, если вы не молитесь? Какой ты, может быть, русский человек, Если ты отчинаш не знаешь наизусть? Вот возьми себя сам за кадык перед зеркалом. Отчинаш наизусть, сейчас же, а ну быстро. Не знаешь? Ты не русский. Ты не русский человек, ты безбожник. Вперёд. Аминь. Тут наталкиваешься на некую такую глухоту к этому. Это где-то там происходит. В лучшем случае слышишь такую фразу. Господи, когда всё это кончится? Но ты чувствуешь, что разговор идёт не о том, чтобы когда закончится это кровопролитие, а разговор идёт о том, что когда закончится неудобство, невозможность куда-то поехать, что-то купить и так далее. И тогда вспоминается, а что же такое по-настоящему желанию, когда это кончится? Да вспомните, как эту фразу говорит Людмила Гурченко у нас в пяти вечерах. О, Сашенька. Только бы не было войны. Только бы не было войны. Только бы не было войны. Я же ведь сказал, всюду измена, трусость и обман. Поймите. То есть просто у кого-то хватает духа это сказать, а у кого-то нет. Я бы посоветовал Пескову побывать там хотя бы в окопе с ребятами недельку-две под артобстрелом. А ещё посмотреть тем ребятам, которые погибли в большом количестве, кто без ног вернулся. Кто сейчас в госпитале съездит и посмотрит, как ребята лежат и думают о том, как покончить жизнь самоубийством. Ты с ними об этом разговариваешь. И были такие случаи? К сожалению, я скажу так, те, кто, тех ребят, кого кастрировали, практически все. Многие, не буду говорить все, я знаю много случаев, которые повешились. Потому что для подавляющего большинства современных людей сама смысл жизни теряется без интимной жизни, к сожалению. Я, конечно, как верующий человек, мог бы сказать бы священникам, духовникам, отцы. Вместо того, чтобы говорить хорошие проповеди по телевизору, по интернету, по ютубу, мы бы лучше пошли бы к этим ребятам, покормляли их и объяснили им, что не в этом счастье, и без этого можно жить. Это действительно так, да. Но простому мирскому более человеку, у которого нет основ, азов этого, что не в этом сама суть жизни, это действительно большое дело, если бы так пришли отцы и пообщались с ними. На то же самое про передовую мы можем сказать. Там погибает русский мир. Когда меня спрашивают, Сергей, а зачем ты едешь? Я говорю, потому что там погибает русский мир. И я считаю своим долгом быть там, где он погибает. Ты зайдешь в любую хату И заглянешь в дом любой Всем, чем рады и богаты Мы поделимся с тобой Потому что в наше время В дни войны В суровый год Дверь открыта перед всеми Кто воюет за народ Кто своей солдатской кровью Орошает корни трав У родного Приднепровья В Донецких переправ Ты вступил на Украину Принимая грудью бой Шла, как мать идет За сыном Вся Россия за тобой Сколько варежек связали В городах и на селе Сколько валенок сваляли Только был бы ты в тепле Землю эту Нивы эти Всей душой своей любя Как бы жили мы на свете Если бы не было тебя Я не путинист Я монархист Я человек православного мировоззрения Но я твердо убежден Что мы заслужили ту власть Которая есть Пока не изменится народ Пока мы не изменимся как люди Ничего не изменится в стране Что заслужили, то и получили Поэтому надо начинать с себя Меня на самом деле не очень любят В патриотической среде Именно за то, что я не хаю власть Я говорю, вы знаете Я молюсь за них В домашних молитвах Чтобы Господь даровал им покаяние Сегодня у нас традиционная закупка Памперсов Присыпок для наших деток Салфеток влажных Потому что детишек Так как нет воды Моют Обтирают именно влажными салфетками Я хочу сказать огромное спасибо Владимиру Афанагенову Который это все собирает Фасует И вместе с женой Они отправляются И развозят это все по семьям И порой это все делается Под обстрелами И несмотря на это Каждый раз он собирается Вновь и вновь Но после увиденного После этих страданий Ты уже не можешь сказать Что меня это не касается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому